Доброго времени! На этом видео посмотрим на работу отличнейшего Вокмана от Sony, выпускался во второй половине 90-х. Его модель WMFX455. Оборудован этот аппарат всем, чем мог бы оборудовать классный кассетный Вокмен в то время. То есть мы видим, что есть жидко-кристаллический дисплей, показывающий режимы работы, а также частоту радиостанций. Есть система шумопонижения Dolby Noise Reduction, Megabass двуступенчатый, то есть сам Megabass и режим Groove, активация. Есть часы, которые в режиме Standby показывают время. Двухдиапазонный тюнер, 20 пресетов на радиостанции, то есть 20 ячеек памяти, причем 15 из них отведены под FM диапазон и 5 под EM. Система защиты слуха, automatic volume, limiting system, работа с двумя типами лент, режимы приема станции, стерео- или монофонические. Также два режима работы автореверса и переключатель ручного автореверса. Перенаправление воспроизведения лентопротяжный механизм металлический. Состояние головки. Вот я запустил, даже не слышно, что он работает. То есть аппарат тихий, без признаков эксплуатации, без пробега, не шумный. Вот так переключается реверс в ручном режиме. И в автоматическом также можно сымитировать работу. Зажав приемный узел, мы видим, что происходит переключение реверса. Если мы выбираем разовый режим воспроизведения кассеты, то при окончании реверсивной стороны срабатывает автостоп. Что свидетельствует о том, что пасек в отличном состоянии. Но главное достоинство этого плеера, его великолепное звучание. В чем сейчас попробуем убедиться. Нарушники я подключил. Нажимаем воспроизведение. Звук у него просто фантастически красивый, приятный. И не нужно гоняться за такими-то экстраслимами, если есть более дешевый. Такой вариант для практического применения, то, в общем-то, он довлетворит, мне кажется, 90% людей, ищущих качественный звук с кассетного карточивного гаджета. Реверсная сторона. В общем, аппарат, который хочется слушать и не хочется выключать совершенно. Мне повезло в начале 2000-х иметь такой плеер, к сожалению, когда с развитием различных новых форматов, в частности, mp3, этот плеер был недолго. Но, тем не менее, позже я с огромным наслаждением вернулся к его звучанию, к прослушиванию такого аппарата и был очень доволен. У него очень большой запас подромкости. Питание осуществляется двумя батарейками, вот АА стандартные. Есть возможность подключения. Вращение адаптера постоянного тока на 3 Вольта с плюсом по центру. Есть вот такое маленькое окошко, через которое можно увидеть вращение каточка кассеты. Вот так вот перемотки работают. Все очень тихо, очень плавно, как на новом аппарате. То есть, реально, мы видим, что логотип Sony не затерт. И это первый признак того, что аппаратом пользовались мало. К сожалению, вот эта царапинка получена. Я не знаю, при каких обстоятельствах ко мне он уже попал в таком состоянии. Но, в целом, как говорится, на работоспособность это совершенно не влияет. Звук его классный. И особенно радует тюнер. Тюнер здесь включается следующим образом. Нажимается кнопочка Radio On. И мы видим, что здесь диапазон от 65 начинается. То есть, это широкий... Широкий FM, то есть от 65 захватывает стартовый УКВ и... Также... Сейчас попробую... Да, фьюнинг. Вот здесь нажимаем кнопочку. Мы можем настраиваться и вносить станцию. Автопоиск есть. Работает отлично. Вот, нажимаем. Сейчас будет найдена станция с хорошим вещанием. И автопоиск останавливается. Украины Украины в клубе Атлас. То есть, тюнер также работает отлично. Диапазоны здесь следующие. УКВ, FM и EM. Средние волны. Ну, в общем, хорошая опция, дополнительный бонус. Это наличие часов. Всегда показывают фактическое время. И эти часы достаточно точные. То есть, они за год могут отстать там или допускаются погрешности. Но их приделать, наверное, несколько минут. Что для таких примитивных часов достаточно хорошие показатели. В общем, такой прекрасный аппарат. Благодарю за просмотр. Всем пока.